сегодня будет довольно смешное видео один из полицейских обратился окружной административный суд в николаеве с иском об отмене приказа о его увольнении и вот что он пишет в исковом заявлении позывай зазначил что 17.01.19 у поза рабочий час сдавшись зброю та інші спеціальні засоби перебував в кабинеті 214 на нараді у командира батальйона по завершенню наради позывай разом з іншими співробітниками патрульної поліції залишився в кабинеті де вони коштували де вони коштували солодощі та безалкогольні напої якими їх приростив колега у зв'язку зі святкуванням народження сіну ну обычно да когда дети рождаются то празднуют тортиками безалкогольными напитками в кругу своих колег причем все как бы мужчине ну понятно ну да да согласны мы согласны с этим сто процентов раптом близко 23 по 1 ночі 40 хвилин до кабинету увервалась якісь сторонні особи і здійснилась пробу проникнення непонятно как управлении патрульной полиції вдруг в 1140 оказались какие-то неустановленные непонятные лица и начали ломиться в кабинет ну да наверно тоже так бывает да вы сидите вы там в 1140 кабинете у п.п. кушаете тортик пьете там какие-то напитки сок водичку и тут вдруг какие-то неустановленные непонятные люди начинают ломиться в кабинет в итоге оказалось что к ним ломились сотрудники мониторинга и сотрудники отдела там аналитического обеспечения но они не давали войти не давали войти вот они типа испугались наверно что какие-то непонятные люди к ним ломятся не давали войти в итоге был вызван на подмогу тор да и уже тогда вместе с тором они вошли в кабинет ну и дальше он там рассказывает о том что неправильно привлекли может там от кого-то и было слышно алкоголь но от кого непонятно типа бла-бла-бла-бла-бла-бла мы ничего не знаем и вообще там нас хотели там унизить требовали чтобы мы драгер продули но драгер ведь продувают только водители ну это правда и поэтому причем просили как-то унизительно и бла-бла-бла и поэтому мы не стали терпеть такое унижение и все спешно покинули управление патрульной полицией при всем при этом когда вот установили этот факт и вошли к ним кабинет был прямой приказ начальника управления всем остается оставаться на своих местах для того чтобы выяснить все обстоятельства что же там произошло но участники их там было аж целых 8 человек они спешно покинули управление кабинет был опечатан кто-то там остался его даже охранять до утра ну и утром они начали проводить комиссия до соответствующая назначена начали проводить осмотр помещения службовым расследованием встановлено что 17.01.19 близко 23 годы 30 хм на другом поверси админбудивлі УПП в кабинет 214 працівники відділу мониторингу та аналитичного забезпечения почули гучні звуки музыки розмовы ненормативною лексикою та заклики до вживания алкогольных напоев також характерный запах алкоголю та тютюну який доносився из кабинета під час спроби працівників увейти до кабинета позавчим та іншими присутними працівниками патрульную полицию вчинено опер было закрыто дверей та деякий час не пускали працівники из этих до кабинета та намагалися за цей час приховати сліди вживания алкогольных напоев лише після тривалого часу та виклику оперативного церкового а також працівники в ТОР позавчий та інші працівники полиції відчинили двері кабінету 214 та допустили до нього інших працівників то есть они еще и двери держали закрывались типа не пускали боялись какие-то левые люди лезуть в кабинет ноте управлении патрульной полиции просто хохма за это время они конечно же вот как установила служебное расследование пытались спрятать следы того что они там квасили потому что потом под окнами ну во-первых было открыто окно на настежь а это 17 января холодрига но настежь открытое окно и под окном валяются тарелки пластиковые там стаканчики майонез какая-то еда там еще ну и все такое потом они произвели осмотр кабинета на следующий день как я вам говорил ось наступного дня было проведено огляд кабинету в якому виявлено рюмки пусті пляшки від горілки та коньяку невідкрита пляшка коньяку в синей металевый шафе пуста пляшка від горілки морожен два розточатых полиэтиленовых пакет з горілкою Фінляндия молодцы Фінляндию пьют пакет горілки Ельцин коньяк а також полиэтиленовый пакет з горілкою невідомой марки дальше идет информация о том как опрашивали вот этих вот участников вот эту вот великолепную восьмерку которая там в кабинете заседала на нараде с тортиком и водичкой и они в принципе все одно и то же рассказывали о том что у них там была нарада а потом пришел там коллега говорит ребята я выставляюсь у меня сын родился вот торт вот сок приступайте суд конечно же критично к этому всему отнесся потому что это не сад не соотносится со всеми другими показаниями с видео и с тем что они не пускали туда людей и с осмотром кабинета и с осмотром того что там было под окном то есть все это суд отверг допытанный в якости святка особа 16 пояснил что кабинет номер 214 я его рабочим местом разом с особа 6 17.01.2019 года он нес службу в складе и шо батальону а тому не был присутки на нараде командирского склада батальону номер 4 сейф синего коляру в кабинете належить ему алкоголь в сейф гинны клав ему невидомо як він там опинився кто хоть немножечко имеет имел или имеет отношение к вопросам связанным с режимом секретности то те люди не дадут мне соврать что у каждого сотрудника с допуском должен быть свой сейф и сейф всегда индивидуальный у каждого есть свой только один ключ и печать но обычно да печать запечатают тра-ля-ля-ля то-ля то есть если же у тебя в сейфе нашли алкоголь то либо ты туда его положил либо ты нарушил режим секретности и отдал свой ключ кому-то кто его туда положил ну то есть это чушь несосветное допитана в якості святка особа 3 пояснила что 17.01.2019 года находилась на службе в примещении УПП близко 23.30 вона почула что на другом поверси в кабинете 214 чути гучные звуки музыки розмовы ненормативной лексикой заклики до вживания алкогольных напоев а також характерный запах алкоголя та тютюну який доносився с кабинетом деякий час она разом с капралом таким то здействовала видеофиксацию били кабинет то есть у них есть видео о том что вот они услышали это все подошли кабинет тихонечко включили видос ну включили запись и там вот это вот есть материалах дела там наверное слышно давай наливай давай отрезай мне кусок торта побольше эй братан налей ко мне пожалуйста вот этого вот ситра или ситро ситра нельзя наверное говорить да давайте дальше про зазначенные обставины свиток доповела своему керевнику бла 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 під час повернения на свиток заткнулся з особа щисть який побачивши свитка швыдко забег до кабинета 214 тазачины в двери вот это все в материалах делались это просто хохма я не могу судебных заседаниях от 13 августа этого года и от 21 августа этого года они посмотрели вот эти вот все видео и кто-то я думаю получил огромное удовольствие находясь вот в том судебном заседанию на это все посмотрел я думаю там хохот был но почему то я вот полистал в интернете я почему-то не вижу и не слышу об этом ничего понимаете никакие журналисты об этом не рассказывают ну классно разве не эта информация никак не вытекла ну как-то странно по-любому кто-то должен был об этом знать то есть как всегда вы знаете это честь мундира а поэтому пусть даже бухают мы там накажем тихоря но вам не расскажем спасибо подписчику который мне это сбросил мы с вами можем это прочитать и посмеяться немножечко собственно выше во первых все эти особо там перебывал и все они находились в этом кабинете установили что туда попытались войти вот сотрудники аналитического этого подразделения установили потом что там то установили то что им предлагали продуться на драгере дальше суд установил что они очень спешно покинули место и не захотели чтобы проводился осмотр какой-либо суд установил что после осмотра были найдены пустые бутылки и полные бутылки с газировкой конечно же много много газировки торт так суд и не обнаружил наверное успели съесть пока вот там кто-то подпирал дверь и успешно доедали торт вот суд во-первых согласился что действительно не было установлено алкогольное опьянение ни у кого из этих вот полицейских но не установлено это состояние только лишь по вине самих полицейских при этом суд опять-таки правильно квалифицируют все это событие что нарушение дисциплины со стороны вот этой великолепной восьмеркой состоит не в употреблении потому что это не установлено достоверно о том что они не давали возможности это установить другим сотрудникам также то что они не давали но не исполнили прямой приказ начальника управления оставаться на месте с целью выяснения всех этих обстоятельств то есть поскольку они попытались избежать проверки но фактически получается они совершили действия которые свидетельствуют о признании ими тех подозрений которые высказывались другими полицейскими и по совокупности всех данных обстоятельств пояснений доказательств видео суд приходит к выводу отказать этому полицейскому удовлетворение его иска и в общем-то оставить его в качестве бывшего полицейского огромный мой совет всем полицейским кушайте тортики и пейте безалкогольные напитки дома не на службе когда я уже закончил видео снимать я думаю подождите их же там было восемь человек на нараде на нараде с тортиком их было восемь человек я залез в реестр давай искать и оказывается что 7 из этих 8 полицейских обратились в окружной административный суд с таким же самым иском то есть только у одного хватило совести не обращаться да то есть ну молодец уволен так уволен есть наверное за что а семеро обратились и вот некоторые я так и не понял дела там то ли по подвисали то ли что а три дела сейчас назначены к рассмотрению и даже есть дата и все эти три дела находятся у одного судьи судья мороз и все назначены на 4 октября 2019 года я сейчас приложу еще в конце скриншоты с информацией по данным делам пожалуйста у кого есть возможность в николаеве сходите на этот суд на один либо на все три потому что там везде одни и те же самые материалы будут и самое главное там будет видео того как это все происходило на самом деле потому что одно дело почитать решение а другое дело посмотреть видео как как они кушали этот тортик я хочу увидеть тортик а и а и 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 Такие добины дам повышать и подлеп